18 сентября Татарстан вместе со всей Россией выбирает депутатов Государственной Думы. В Мамадышском районе сформировано 53 избирательных участка. Все они открылись сегодня в 8 часов утра, а завершится работа на них в 20 часов. Сотни мамадышцев предпочли присоединиться к голосованию уже в первой половине дня. Поэтому на всех участках отмечается высокая явка и активность населения. Сегодня единый день голосования, 18 сентября. На начало голосования в 8 часов в списке избирателей включено 33 725 избирателей. На избирательном участке номер 1867 первыми проголосовавшими стали сотрудники РОВД. Проявленная активная гражданская позиция тут же была поощрена. Жители Мамадыша сегодня вполне осознанно подошли к своему выбору. Визит на избирательный участок для них – дело государственной важности. Я иду всегда на выборы, обязательно иду на выборы и голосую за то, чтобы было светло впереди будущее, чтобы задачи выполнялись нашего общества, чтобы наши дети были счастливыми, чтобы народ радовался, чтобы мир был на земле. Это самое главное. Для чего мы идем? Мы верим в будущее. А это обязательно нужно всем проголосовать за это. Очередь за бюллетенями этим утром пришлось выстоять и главе Мамадышского района на избирательном участке номер 1865, расположенном по соседству центральной районной больницы в здании вневедомственной охраны. Анатолий Иванов пропустил вперед двух впервые голосующих жительниц Мамадыша, которых на участке встречали с подарками, а провожали под аплодисменты. Одна из них, Резидаша Хатарова, накануне выборов основательно изучила все политические партии, а также кандидатов в депутаты по Приволжскому одномодатному избирательному округу номер 26. Я пришла сегодня первый раз. Очень как бы, чуть-чуть есть волнение, ответственность за собой. Это же первый мой выбор. Думаю, каждый год также буду голосовать. Каждый гражданин России, считающий себя человеком порядочным и ответственным, обязан сегодня поделиться своим голосом. Выбирая отдельных людей, мы одновременно определяем будущую судьбу Татарстана, отметил в интервью нашему каналу Анатолий Иванов. Во-первых, от того, как будет активность населения нашего имя Брага, будет зависеть от республики, сколько будет представлено Государственной Думой наши депутаты. Это очень важно. Во-вторых, очень радует нас, что активность федерации сегодня очень активная. И хочу сказать, что мы сегодня голосуем за будущее нашей республики, нашей России, также и нашего района. Мы голосуем за будущее просветания, чтобы наши депутаты, избранные народом, чтобы издавали хорошие законы. Законы для изменения, значит, нашей, для улучшения нашей жизнедеятельности, наших простых граждан. Всего в выборах имеют право участвовать 34 230 жителей района. 262 мамадышца позаботились об открепительных удостоверениях. Специальный документ позволяет избирателю голосовать на любом участке, вместо того, которому он приписан по месту временной или постоянной регистрации. Еще 520 жителей района сегодня впервые пошли на выборы. На 12 часов в мамадышском районе проголосовало 17 326 человек, что составляет 51,27% от общего числа избирателей. Высокую явку обеспечивают и общественные организации, трудовые коллективы, которые решили прийти на избирательные участки своими составами. Уже с утра мы встретили представителей аграрного молодежного объединения и детского сада «Радуга». Хотелось, чтобы люди воспринимали сегодняшнее событие не просто как политическое, а может даже с меньшим официозом к нему относились. Хочется, чтобы они просто в этот день могли присоединиться к нашему общему, общероссийскому празднику, для меня это праздник, могли почувствовать ту атмосферу патриотизма, которая сегодня буквально витает в воздухе, и получили еще одну обычную простую человеческую возможность увидеть своих родных, знакомых людей, просто спросить о том, как они живут. Такое ответственное событие не только для республики, но и для каждого отдельности. Для меня это присутствие моего, факт того, что надежда стопроцентная, что мы выберем по совести, исходя из своих побуждений, и тех людей, которые нам действительно нужны в республике. Сто процентно приняли участие в выборах жителей специального интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в деревне Шачи. Члены избирательной комиссии пожаловали непосредственно в учреждение со специальными урнами, чем уважили стариков, а их здесь 53. Я сама и сам приехала, перевод сюда. Я здесь очень рада, я довольна. Медсёстры, ну все-все. Хорошо, кормят, отказаться не буду. За правопорядком на избирательных участках сегодня следят 53 сотрудника отдела внутренних дел. А вот наблюдателей от политических партий гораздо больше. Для чистоты выборов у нас заявились за три дня до голосования, согласно закона, четыре парламентские партии. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Всего 220 наблюдателей. Также наблюдатели есть от кандидатов депутата Сибгатулина Фатиха Сулбановича. Восемь человек. Кроме этого, восемь человек сегодня прибыли от партии Родина. Кандидата Бородина. Они работают в городских избирательных участках. Также, значит, в первой школе на участке работает экзитпол. То есть Санкт-Петербургский университет. Они проводят опрос общественного мнения. На выходе избирателей. Считают избирателей, спрашивают их, за кого проголосовали. Если избиратель изъявит желание сам ответить на эти вопросы. А международных наблюдателей? Международные наблюдатели предвидятся, что сегодня приедут где-то 4-5 человек от Армении, Азербайджана и Болгарии. Возможно, еще будут наблюдатели от ОБСЕ. Они ездят по республике. Возможно, будут и в нашем районе. В населенных пунктах Албая, Владимирова, Большая Шия и Гришкина установлены комплексы электронного голосования. Наша съемочная группа заехала в самые крупные из них, где насчитывается 263 избирателя. Шиенцы получали у членов комиссии специальный талон со штрих-кодом, далее следовали комплексу, регистрировались и производили электронное голосование. Праздничный формат крупному политическому событию придавала сегодня музыка. Она звучит на всех избирательных участках. О том, как проходит день выборов в Мамадышском районе, в течение всего 18 сентября вы можете узнавать на нашем сайте Нукрат.Вятка.